Ференц Лист Ференц Лист. Его называли Паганини Фортепиано, Титаном, Чародеем и просто Король Пианистов всех времён и народов. Ференц Лист. 20-летний Лист, услышав впервые игру Паганини, был ошеломлён. И хоть он уже в то время был известным пианистом, входившим в когорту лучших, после концерта Паганини он закрылся у себя дома на два года, чтобы открыть секрет этого магика скрипки. Он начал изучать философию, искал закодированные тайные знания во работах Данте и Гёте. После этих интенсивных занятий через два года перед публикой предстал совершенно другой артист со сногсшибательной, невообразимой техникой и магическим воздействием на слушателей. Так же, как и Паганини, Лист сочинял виртуозные произведения, исполняя которых он сводил с ума всех без исключения. Долгое время никто из пианистов не мог сыграть его сочинений, которые имели соответствующие названия. Например, трансцендентальные этюды, подразумевающие невероятные трудности за пределами человеческих возможностей. Это была настоящая революция в области техники фортепианной игры и вообще открывавшая невиданные границы о возможностях фортепиана как инструмента. Одно из самых известных произведений Листа – это «Мефисто-Вальс», задуманная как безудержная дьявольская пляска. Это сочинение имеет под титул «Танец в деревенской таверне» с соответствующим сюжетом. «Мефистофель и Фауст посещают свадьбу и принимают участие в этом деревенском празднистве». Я, исполняя это сочинение, решил расширить сюжет, который ограничится одним эпизодом из жизни главного героя, и интерпретирую это произведение в целостности по той конве, которую изложил в своем романе Гёте «Фауст». Итак, начнем разбирать «Мефисто-Вальс» в моей интерпретации «Да простит меня автор». В конце концов, я стремился придать такое более глобальное значение этому потрясающему, виртуозному, созданному с огромной фантазией вальсу. Мефистофель заключает пари с Господом, что сможет завладеть душой профессора Фауста. Вальс начинается с момента, когда Мефистофель спешит познакомиться с Фаустом. Слышится стук копыт галопирующей лошади. Вдруг она резко останавливается, Мефистофель прислушивается, кранется осторожно. Вроде все спокойно, можно скакать дальше. Слышится стук копыт галопирующей лошади. Слышится стук копыт галопирующей лошади. Снова останавливается и крадется. Но увидев дом Фауста, устремляется прямо к порогу. Перед домом, ловко выпрыгнув с коня, Мефистофель предстает перед Фаустом в виде элегантного господина с добрыми манерами, блестающего эрудицией, при этом обладающим также юмором. Субтитры подогнал «Симон» На доктора Фауста этот неожиданный гость произвел впечатление, и между ними произошла своего рода интеллектуальная баталия, обмен искрометными фразами. КОНЕЦ Мефистофель ловко демонстрирует магические трюки из своего богатого арсенала. КОНЕЦ Сцена заканчивается полным триумфом Мефистофеля, сумевшего очаровать Фауста своим обаянием. КОНЕЦ И вот Мефистофель приступает к своей зловещей миссии. Сладким, вкратчивым голосом начинает соблазнять Фауста, обещая ему, что сможет вернуть ему молодость и возможность испытать все радости жизни. КОНЕЦ Открывает перед ним перспективы испытать внеземное счастье, обещает Фаусту исполнить все его желания. КОНЕЦ Фауст начинает поддаваться чарам Искусителя. Он начинает воображать. Сколько же он может совершить благих дел, которых не успел сделать за свою жизнь. КОНЕЦ Иллюстрирует его сомнения. КОНЕЦ КОНЕЦ Видя неуверенность Фауста, нерешительность, Мефистофель демонстрирует ему очередную магическую штучку. Мефистофель Мефистофель начинает с новой силой искушать Фауста, который уже близок поддаться, но что-то еще его удерживает. Мефистофель не дает ему передышки, обещая ему все больше и больше, воздействуя на него со всей своей дьявольской изобретательностью и показывая очередные свои магические штучки. Мефистофель Мефистофель И тут у Фауста созревает свой план. Он решает перехитрить Мефистофеля. Мефистофель 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 осуществляет свой гигантский проект, который облегчит жизнь многим людям. Работа кипит, царит огромный энтузиазм. В этом и заключался хитрый план Фауста – совершить великое добро, а Мефистофель, следуя их соглашению, вынужден будет помогать ему. Но приблизился час расплаты. Мефистофель уже потирает руки в предвкушении завладеть душой Фауста. Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть. Мефистофель Неожиданно, когда все уже должно было свершиться, на глазах Мефистофеля ангелы похищают у него из-под носа душу Фауста. Слышится отчаянный крик Мефистофеля, который не может поверить, что Господь в очередной раз переиграл его. Слышится отчаянный крик Мефистофель, Триумфально заканчивается эта фантастическая пляска с дьяволом. Творческий гений Листа представил перед нами яркое полотно, феноменально отображая разные образы, эмоциональное состояние главных героев этого бессмертного романа Гёте, с незабываемыми словами, передающую истинную сущность Мефистофеля. «Я – часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова